Музей здесь начинается с улицы. Это не просто дом, посвященный писателю Решетникову, но и воссозданный почтовый двор второй половины 19 века. Здесь можно побывать в конюшне, каретнике и даже в кузнице, а также больше узнать о жизни писателя. Мы находимся в комнате почтальона 19 века. Можно представить, что здесь жили почтовые служащие, когда комнаты в наем сдавала Наталья Ивановна Калиновская. Мы можем представить, что именно в такой комнате жил когда-то сам Решетников. Он родился в семье почтальона Михаила Решетникова. Писатель рано потерял своих родителей и воспитывался родным дядей, который тоже был почтальоном, «Правда в Перми». Там прошло детство Решетникова, и все увиденное он описал в своих произведениях. Его творчество пронизывал главный вопрос – где лучше жить и что делать простым людям после отмены крепостного права. В музее можно составить свое представление о той жизни. На входе в Ямщицкую был низкий свод для того, чтобы жар не выходил из избы, а также чтобы гости в знак уважения к хозяевам наклоняли головы. Ямщики не всегда могли поесть в силу своей профессии, но когда они доезжали до таких почтовых дворов, их кормили обедом из пяти блюд, и каждого они съедали по несколько порций. После сытного обеда можно было направиться в конюшню, где их верные помощники уже были готовы к дальнему путешествию. Мы с вами находимся в помещении конюшни, и, конечно, сейчас очень трудно найти такие места, аутентичные. На тот момент, во время жизни Решетникова, это, конечно, была необходимость и для почтальонов тем более. На почтовой станции, помимо самих почтальонов, работали кузнецы, работали денщики. И вот в помещении конюшни на втором этаже был сеновал. Денщики нередко сами заготовляли сено, об этом свидетельствуют инструменты, которые сохранились с того времени. Ну и нужно сказать, что нередко на такую работу шли мальчишки. В музее Решетникова каждый сможет представить себя почтальоном из 19 века, пройтись по двору, подержать в руках косу литовку и даже посидеть за столом в Ямщицкой. Здесь история России показана через жизнь обычных людей, которые в своей массе и составляли народ.